Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге Бытия. Сегодня мы с вами читаем 29 главу. И стал Иаков, и пошел в землю сынов Востока, к Лавану, сыну Вафуила, армиянина, к брату Ревеке, матери Иакова и Исава, и увидел вот на поле колодезь, и там три стада мелкого скота, лежавшего около него, потому что из того колодезя поили стада. Над устьем колодезя был большой камень. Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодезя и поили овец. Потом опять квали камень на свое место, на устье колодезя. Иаков сказал пастухам, братья мои, откуда вы? Они сказали, мы из Харрана. Он сказал им, знаете ли вы Лавана, сына Нахорова? Они сказали, знаем. Он еще сказал им, здравствует ли он? Они сказали, здравствует. Вот, Рахиль, дочь его, идет с овцами. И сказал Иаков, вот, дня еще много, не время собирать скот, напоите овец и пойдите, пасите. Они сказали, не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камни от устья колодезя. Тогда мы будем поить овец. Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль, дочь Лавана, с мелким скотом отца своего, потому что она посла мелкий скот отца своего. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей. И поцеловал Иаков Рахиль, возвысил голос свой и заплакал. И сказал Иаков Рахиле, что он родственник отцу его и что он сын Ревекин. Она побежала и сказала отцу своему все сие. Лаван, услышав об Иакове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его и вел его в дом свой. И он рассказал Лавану все сие. Лаван же сказал ему, подлинная ты кость моя, плоть моя. И жил у него Иаков целый месяц. Мы видим, что Иаков, который бежит от своего брата Исава, которого он обманул, он прибегает к Лавану, своему родственнику, приходит к пастухам, спрашивает, знаете ли вы Лавана, сына Нахоровича. Ну, это примерно, мы бы сказали, Лавана Нахоровича, Лавана, сына Нахорова. И он открывается Лавану как родственник, и его принимает Лаван, говорит, ты кость моя, пот моя, то есть мы родственники. Жил у него Иаков целый месяц. Ну, очевидно, жил не на готовых хлебах, жил и работал. И Лаван сказал Иакову, неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе? У Лавана же было две дочери, имя старший Лия и имя младший Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красиво, с таном и красиво лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал, я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою. Лаван сказал ему, лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать за кого другого. Живи у меня. И служил Иаков за Рахиль семь лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Иаков полюбил Рахиль, и он должен с нее работать семь лет, потому что, как во многих культурах патриархальных, мужчина должен принести кавым, как это называется в Средней Азии, он должен принести какие-то деньги, которые получит семья невесты. То есть он забирает семью невесты, но он что-то должен внести в эту семью. И поскольку Иаков беглец, ему, собственно, нечего вносить, он согласен работать семь лет, и он эти семь лет работает, потому что он хочет получить Рахиль. Он ее возлюбил. И сказал Иаков Лавану, дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней. Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял Лаван дочь свою Лию и ввел ее к нему. И вошел к ней Иаков. И дал Лаван служанку свою зелфу в служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия. Иаков сказал Лавану, что это сделал ты со мною? Не за Рахиль, и я служил у тебя. Зачем же ты обманул меня? Мы видим здесь, что обман возвращается к обманщику. Иаков обманул своего брата Исавы, и он сам делается жертвой обмана со стороны Лавана. Здесь осуществляется вот эта справедливость. То, что ты сделал по отношению к другим, это же другие сделают по отношению к тебе. Обман, который ты предпринял по отношению к Исаву, тебя тоже обманут. Лаван сказал, в нашем месте так не делаю, чтобы младшую давать прежде старшей. Окончи неделю этой, и потом дадим тебе и ту заслужбу, которую ты будешь служить у меня еще семь лет других. И таким образом Лаван пристроил свою дочь, и он говорит, ну хорошо, Рахиль ты тоже получишь, но работай еще семь лет. Иаков так и сделал, и окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль дочь свою ему в жену. И дал Лаван служанку свою валу в служанке дочери своей Рахили. Иаков вошел и к Рахиле, и любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него еще семь лет других. «Господь Бог узрел, что Лия была нелюбима, и отверзут робы ее, а Рахиль была неплодна». И вот что происходит. Лия она нелюбима. Мы видим здесь ситуацию двоеженства. И, как мы уже говорили, для людей того времени, для той эпохи, это обычное положение дел. И, конечно, с точки зрения Нового Завета, оно абсолютно неправильно и не угодно Богу, не соответствует его замыслу о браке. Но Бог приходит к грешным людям, которые принадлежат грешным культурам, и Бог действует среди этих людей ради спасения их, ради спасения всего человеческого рода. Но Бог показывает свои предпочтения. Вот эта вторая жена, Лия, она оказывается оттеснена, она оказывается нелюбима. Почему многоженство это так плохо? Потому что многоженство это всегда несправедливость по отношению к какой-то из жен. И в тех культурах, где многоженство существует, когда человек берет у себя вторую жену, для первой жены это трагедия, естественно. Она чувствует себя отодвинутой, она чувствует себя глубоко оскорбленной, она действительно глубоко оскорблена, потому что у них действительно поступили несправедливо. И вот Лия, она отодвинута в сторону, она на вторых ролях, она потеснена от своей соперницы Рахиль, и что делает Бог? Бог встает на сторону Лии, как пострадавшей стороны. И это в Библии поразительно противоречит всей языческой картине мира, всем языческим представлениям о божестве. Потому что языческие божества на стороне сильных, языческие божества на стороне богатых. Если ты слабый, если тебе не повезло в этой жизни, если с тобой несправедливо обращаются, ну, значит, тебе боги не помогли. Ну, что ж поделаешь? Боги на стороне тех, у кого все в порядке. Боги на стороне сильных, боги на стороне могущественных. И тут мы видим, что нет, бог на стороне Лии, потому что Лия терпит несправедливость. Бог узрел, что Лия была нелюбима, и отверзл трубу ее, и Рахиль была неплодна. Это величайшее счастье для людей Ветхого Завета и мужчины. Женщина — это щедородие. Женщина приобретает достоинство, она приобретает статус, потому что она рождает детей. Мужчина приобретает статус благодаря тому, что он получает детей вот от этой женщины. Совершенно согласно этому, несчастье величайшее — это бесплодие. И вот Рахиль была бесплодна. Лия зачела и родила Якову сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что, сказала она, «Господь призрел на мое бедствие и дал мне сына, ибо теперь будет любить меня муж мой». И зачела Лия опять и родила Якову второго сына, и сказала, «Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего, и нарекла имя ему Симеон». И зачела еще и родила сына, и сказала, «Теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов, оттего наречено ему имя Левий. И еще зачела и родила сына, и сказала, «Теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда». И перестала рождать. И мы видим, как она рождает сыновей за сыновьями. Она приносит своему мужу сыновей, потому что Бог желает восстановить ее в ее надлежащем статусе. Она нелюбима, она оттеснена, и Бог на нее призрел. Бог на стороне тех, кого не любят. Бог на стороне тех, кого притесняют. Бог на стороне тех, с кем поступают несправедливо. Это тема, которая проходит через всю Библию. Она особенно сильно выражена в книге «Исход», но вот мы видим ее, в частности, и здесь. Мы прочитали 29-ю главу книги «Бытия», и мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру».